произвели додавили сергеевич движение не контрящийся маневр друзья всем привет пора встряхнуться а для этого я возьму колоду с электро гигантом вот так она выглядит это моя собственная сборка в которая собрана из того что я прокачал это что меня полностью устраивает на самом деле это естественно метовая старая колода адаптированная под текущую мету с одной эволюции подрывника второго слота у меня еще нет и будет еще не скоро поэтому ну играем так что поделаешь тем не менее даже то что здесь всего одна эволюция не вообще никак не сказывается мне очень нравится это колода и если бы у меня было два слота я бы наверно просто заменил скелетов на эволюцию рыцаря а темного принца на вышибал и возможно вместо пламенного взял бы феникса и может быть даже молнию не молнию бы не стал трогать в общем это была такая же колода но абсолютно другая ну а теперь давайте играть играть будем с башни графини давайте попробуем 12 уровня если вдруг что-то пойдет не так то придется бахнуть зелье но я думаю что все должно быть хорошо всяком случае на это надеюсь и хороший стартовый рука торнадо есть нет только мини танка поэтому не совсем хорошие все таки так сразу же он ставит теслу ну давайте пламенного я не знаю может быть и не стоило пламенного ставить вот здесь вот молнию отдать или не знаю ну давайте я пушку по слову здесь уже точно блин поторопился с пушкой просто секундочку серёжа подожди секундочку и ты будешь ли у тебя не будет сомнений больше что делать может человек доставляет туда же в эту же кучу огненную лучницу и уже получается размен плюс 2 чисто на одной молнии а так я поставил пушку ну ладно надеюсь мега рыцарь на нее еще прыгнет и мы активируем газешку все отбой газешку уже активируем при помощи подрывника кейни активируем ой 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 как же он дефается до пипец ну начало как всегда серёжа сделал хотел сделать одно сделал другое планировал совершенно другое а планировал третье но друзья у меня соперник который мастер ракет он сделал эффектно и за это ему спасибо он вернул меня в игру чуть позже надо было ракету закидывать если чё а хотя может быть даже это не помог короче в чем но принца ракету так себе идея так я ставлю электро гиганта он ставит тессу надо было чуть-чуть подождать и тогда бы электро гигант было бы я бы тогда его не стал да не хотя я знал что у него тесла поэтому в целом нормально подрывником здесь по пробиваем ничего страшного него избыточная защита поэтому я могу в целом сыграть еще агрессивно в этой ситуации да отлично до пламенного пламенного надо возможно было повыше ставить так темного принца для начала пеку будем развлекать скелетами то есть разделили сепарировали этих двух товарищей молнию дали вот сюда и все отличная защита на этот раз не то что было до этого до этого было что-то невнятное продолжаем наверное защищаться какой мне смысл нестись в атаку если только сейчас он выставит что-то плотное тогда можно было бы но наверное я не хочу да наверное нет в этом смысла никакого вообще поэтому просто просто защищаемся давайте отсюда подрывником постреляем с двух сторон на баме навалим им бомбочек вот теперь можно было бы выходить в контратаку с электро гигантом который все это танчит и уже ему на пеку только сейчас он бы накопил но электро гигант уже какой-то урон бы ему нанес сразу вот такой вот куда синовик наверно и том по классификации грибов те кто играют с пекой просто нет это друзья мухомор не 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 я вот то я я сначала думал это съедобное это блин максимально ядовитые мухоморище просто потому что но съедобный кстати мы же вас ели ну как бы потом плохо не стало но уже стало потому что я увидел его колоду мега рыцарь пека ракета шар просто прекрасен просто красавчик гениален просто таким людям респект и уважение мое почтение ну хоть атакующая карта не было в колоде не друзья без шуток уважение вот прям прям вообще не грамма шут иронии когда говорю что уважаю таких игроков они играют свои колоды они играют в игру так как им нравится это прекрасно это замечательно просто как бы просто как бы им самим сложнее от этого вот в чем фишка если конечно у них не супер крутые какие-то колоды но здесь пока мы такие не встречаем вот это крови супер крутая конечно колода против моей колоды прям вообще прям топище лучшее что можно было встретить пека мини пека против электрогиганта на готове скелет он и если будет какой-то разряд разряда не будет тогда на готове теперь молния если будет какая-то противовоздушная я здесь даже дам друзья может быть зря надо сто процентов зря да здесь я думаю скелета и будет достаточно или нет ну если что темного принца поставим до темного принца мини пека да сейчас будет ну его можно будет не дать я думаю что 12 справиться же ты же справишься хорошо хорошо все пойдет у него сейчас пека и мы в принципе если он ее сейчас ставит мы можем нет он ее не ставит ладно тогда придется подрывника ну в принципе так просто отдавать большому счету получается пламенного тоже поставлю здесь торнадо дам зачем торнадо дал кто ж теперь скажет расчет был на то что подрывник стрельнет и обе обоих законтрит и мушкета и этого не срослось кстати его ошибка с таким тараном пламенный не перешел на его половину в итоге здесь дайте молнию дадим вот такую хорошую не вышку но зато мини пеку законтрили здесь торнадо так вот на этот раз нормальная более-менее адекватная будем подрывником пушкой давится нет я думаю что все здесь в этой игре как вы понимаете друзья вообще нет смысла ставить электрогиганта у него пеками не пека и там вероятность того что мой электрогик дойдет ну крайне низкая правда вот сейчас он отдал и пеку и мини пеку поэтому я делаю что я делаю по другой стороне мув сюда отдаю молнию во все подрывника на то чтобы мини пеку законтрить торнадо чтобы мини пеку на правильную траекторию поставить ну почти они нормально так как и планировал так и получилось и не успею да уже не добью к сожалению пока что него из атакующих карт было таран я не знаю друзья что происходит с памятью две секунды назад я сыграл игру 20 раз защитился от его тарана и у меня первый вопрос после этой катки что него за атакующая карта была настолько не ощутил я его тарана что прям прям даже как-то наверное ему обидно должно было бы быть если бы он это услышал а что я против чего сейчас только что защищался как бы пять минут до креативно креативно дружище может быть не здесь уже не надо ничего давать вторая вышка подключилась поэтому все окей поставим темного принца разгонится пока двух выстрелов щит потеряет ну то есть как бы прям к мосту не было смысла особо оставить он бы больше хп в итоге потерял пока бы до принцессы бежал ну и плюс соперник мог бы прикрыть атака так хорошая защита торнадо сейчас наготове если какая-то мелочевка будет окей давайте после вот этой дорогой карты которую он выставил я сразу электро гиганта с моста все-таки когда у него 5 единиц эликсира остается который я могу в целом не дефать можно и так сделать а можно еще вот так вот даже продлить бам-бам-бам все то есть видели друзья он поставил 5 защиту я по сути за две единицы эликсира учитывая его 5 которые я уже не должен дефать пошел в атаку по другой стороне то есть вот башня к набор башня графини чем она очень круто она не она благодаря ей можно не выставлять эликсир там где с любой другой картой но надо было бы его тратить это круто это слишком сильно сейчас опять будет бумаг у него есть но он ним же будет дефаться палач да давайте пламенного пассивно так пока пассивно и подрывник наверное не знаю с торнадо не с торнадо нет давайте лучше лучше подрывника сохраним он нам еще пригодится и торнадо тоже сохраним но здесь его давать не будем вот здесь вот молнию такую дадим в одного элитника и в грома и в мага торнадо надо не надо давайте дадим не надо было давать ну ладно здесь уже мы этой самой добиваем его молнии так вот сейчас он может прикрыться поэтому я сразу же подрывника еще добавляю чтобы не случилось этого фиаско пламенного по валькирии ну и пушка скелеты в защиту этого я думаю будет достаточно электрогиганта хотя наверно надо было надо был то молнию про скинуть и все я чё-то начал выдумывать ладно давайте все закончим эти мучения реально в конце придумал опять что-то непонятное чего весело можно было выставить 3 4 карты вместо одного электрогиганта ну две три хотя бы и было бы лучше га гораздо я зачем-то поставил электрогиганта под элитку добавил экшона конец катки кстати друзья прикольные эти скины на башне за сквад бастерс я надеюсь вы не забыли зайти их и забрать если этого еще не сделали то обязательно в крайнюю левую вкладку в игре зайдите в магазин и там раздается скины и моде они у меня кстати есть интересно я взял собрал да я собрал молния на готове я думаю что здесь она вполне достойно зайдет потому что мы закон трили и золотого рыцаря и адскую башню по сути это было да это была сверх выгодная молния которая еще и позволяет электрогиганту дойти до вышки и пробить по я не знаю как это назвать это не выглядит как глаза петушка петушиные глаза они выглядят как будто мой гигант просто пробивает по яйцам но такое такая ассоциация у вас такого нет или это уже мой мозг крайне испорчен кей меняем стратегию пламенного ставим так вспоминаем вспоминаем чё там у него противовоздушные как он будет дефаться не ну сюда жирно слишком торнадо давать тем более они 15 не помрут скелетиками придется потанчить потому что два выстрела на копейщика потому что у меня вышка не прокачена подробника наверно зря выставил надо было электрогиганта вот делаю и сразу сразу сам себя критикую ну ладно электрогиганта тоже поставим бревно за кайт забайте ли молния на готове или темным принцем перехватим не давайте молния лучше ты такой надо было тогда темным принцем перехватывать молнию давать здесь не буду будет слишком жирно переборщу переборщить боюсь переборщить поэтому так и activation не сработала activation к сожалению ладно а у него есть ракеты интересно да ракета есть короче классический лог бэйт переделаны немножко с золотым рыцарем давай разгон думал думал меня обмануть не не получится так молния на готове обязательно на этот раз он неплохо подставился сейчас будет золотой рыцарь подрывника готовим выставляем на правильную нужную траекторию и пробиваем подрывником забираем вышку все вот и все темного принца в заранее контрить бочку вот гоблинской бочка если ты атакуешь с без танка то против башни графини даже если она 12 уровня ну мало ты че можешь сделать а у него всего то есть вот вот это было друзья наглядный показатель почему лучше все-таки играть с эволюционным рыцарем например или просто обычным рыцарем от лог бэйт потому что сейчас тем более в этой мете он золотого рыцаря не может у него выставлять по несколько на поле боя он не может до него крутиться если он стоит на поле боя а он ему очень необходим не он конкретно его роль мини танка для того чтобы он танчал пока гоблинская бочка будет наносить урон у него появлялся этот золотой рыцарь либо в защиту и до атаки он не доживал либо там он потом до него крутился и не успевал докрутиться в итоге одну гоблинскую бочку закидывал которую я мог вообще не дэв но это это прям вообще как бы до меня до самого только дошло вот то что вот такую колоду в такую мету брать лог бэйт с чемпионом не очень хорошая идея если я не прав пишите в комментарии но вот мне кажется эта мысль имеет место быть так чё хочу я убил первым там принцесса опять было опять лог бэйт что вот вот все с памятью происходит только что на моих глазах происходит рыцаря убил да друзья не ты точно рыцарь был вот не уверен ну здесь надо есть придется подрывника спасли но сейчас будет что-то жирное у него эликсиры сейчас нормально ну башня бомбежка плохую позицию а все я понял это короче да я не принцессу убила копейщиков это короче риме или колода с торнадо со стенобоями шахтером по идее шахтера нашли определили давайте пушку я здесь поставлю скелеты можно было скелеты темный принц пушка такси вариант потому что если у него стенобои есть они должны быть такая будет ли он магическим лучником простреливать будет да сразу молнию сюда то есть на подстраховку сначала скелетиков скинул понимаю что он может активация газешки подъехала и чё там еще рыцарь у него там сейчас и копейщики рыцарь копейщики торнадо то давайте опять байтить его стрелять скелетиками здесь под депо им ся ухты ты серьезно на снова это решил сделать но это зря это зря брать все сейчас уже не задаваешься можно дать торнадо и тогда но она и так умрет да пойдет торнадо дать не я думаю не надо здесь точно не надо так через подрывника я буду дефаться здесь ой-ой-ой-ой-ой это было плохо так сейчас будет пламенный сторона магический лучник с торнадо да да мы ждали этого дружище давай рыцарь и теперь наша очередь пробивать свою дорогу пушка в деф темный принц сюда со скелетиками я думаю молния нет тогда торнадо нафиг нафиг пламмик сейчас будет атака опять со стенобойми я по моему пушку плохо поставил не нормально пойдет вот здесь дотягиваемся войну не попадаю войне попадаю ну все мне не типа нет смысла ставить этот самый как он называет мне надо крутиться до молнии пушка здесь обязательно и проблемки успею ли я накопить на молнию вот чем вопрос друзья я не успею я не успею я проиграю я скорее всего проиграю да хорошая игра зря я блин зря ну блин ну вот эволюционный рыцарь же у него был зачем я эту молнию накидывал зачем эволюционный же рыцарь всю игру его читал эх обидно не хватило знаете чего не хватило уровня вышек во первых у меня был бы больше запас здоровья во вторых больше бы урон по его картам эх жаль ладно я должен был выигрывать в игре вот та молния которая не добила магического лучника потому что он передвинулся мне заруинила катку так торнадо на готове если будет какая-то карта защитная дальнего боя то мы ее ну так еще лучше он накопил вот он на последний эликсир сейчас скинул мега рыцаря и добавил грома это конечно неприятный сюрприз для меня но да это блин неприятный сюрприз для меня грома то я вообще не ожидал уже ладно так а чё началось ладно ничего не началось мы в принципе здесь зада пались единственное он в итоге мне больше урона нанес так а здесь получится активировать не наверно не получится поэтому просто торнадо бочка со скелетами гром это конечно интересно ну давайте темного принца скинем валькирию глубоко он очень поставил ему сейчас надо что-то еще выставлять или он получит урон да он получает в итоге урон и сейчас будет мега рыцарь какой-нибудь будем его кайтить не мега рыцаря не будет он рано грома выставил поэтому мы сейчас просто электрогигант оставим с подрывничком и уничтожаем его грома и в итоге пламенный сейчас убивает мега рыцаря и мы продолжаем свою атаку с темным принцем на готове у нас торнадо торнадо вот сюда чтобы если ай надо было повыше пониже вернее торнадо давать ну ладно мы в принципе можем продолжать его давить еще удар да по воздуху и выше просто ай-яй-яй забыл забыл про мышек фэрбол корявый кстати ладно тогда просто давим ведь у него закончились патроны и мы его просто просто пламенным в итоге которого я выставил и додавили произвели додавили сергеевич движение не контрящийся маневр не контрящийся маневр делающий настолько больно что человек даже покинул эту игру просто сразу же свернул удалил пошел завтракать я надеюсь не сильно расстроился кептейн wj ну давай капитан виджей ну дружище ну ничего не могу с собой поделать когда так делают когда так делаю так хочется вот так сделать в ответ ух ты еще и так делаешь ну здесь давайте так раз он на выставлял уже так что можно и сделать и дать торнадо и вот так и вот так ой и хорошо хорошо что разряд такой никчемный в смысле к чёмный но не принес ему никакого результата по другой стороне тоже продолжаем раз у нас сейчас пламенный всех себя питает может быть и подрывника накинем а чё нет он у нас 15 он должен пожить и урон может нанесет вполне около 500 единиц урона за 2 единицы эликсира прекрасные предложения по моему надо брать единственная я не знаю него вообще есть атакующий картам тоже показал пеку копейщики подрывник чё там у него еще было я не знаю чё еще было но вот опять пека чё опять меня отсюда и по заставляешь эти не ладно в газочку все-таки друзья не в одну вышку атаковать поэтому лучше подождем лучше пламенного вот отсюда поставим и а ну это здесь это любят здесь я видя заметил что друзья здесь прям это прям очень в почете мега рыцарь с пекой прям уважение максимально этим картам оказывается культ прям культ мега мега пеки мега пехари на мега пеках с мега рыцарями у них свой clash royale кстати заметили это башня графини также в ноль убила эволюцию летучих мышек давайте хоть копейщиков убьем электрогигант на пеку копит смотрите сейчас сделаем вот так сделаем и сюрприз стреляй 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 ты ползешь куда ползешь еще один хорош все минус вышка и пеку то отдал хорош стрелы чуть-чуть братан не хватило чуть-чуть не хватило стрелы почти добили чуть-чуть надо было и добил бы точно одну стрелу не докинул две победы и 8000 трофеев будут наши друзья но видосик то затянулся я планировал что будет без поражений а тут нарисовалась одно обидно и так ну может быть темного принца надо было бы приберечь ну ладно я думаю что я пойду электрогигантом он отдал одну из дорогостоящих защитных карт ключевых возможно поэтому поэтому я попробую здесь попробую вот так вот активация и пушка но это короче кладбас ой не кладба это шар заморозкой судя по всему и нам нужно пламенного своего очень хорошо использовать сторона да с пушкой возможно так ждем пока умрет варвар и кайтем пламика на другую сторону здесь у нас уже накопились кинжальчики давайте поставим пламенного у меня есть потому что торнадо там через одну карту и если он сейчас пойдет дровосеком то мы его просто темным принцем сюда а потом торнадо прикатим ну ладно забудьте пошли в атаку наших хорошие сейчас перспективы проатаковать мол не будем ли здесь давать нет яду о я я я я я я я ничего не говорите друзья это было ужасно снова ждем пока умрет варвар и к этим пламенного на другую сторону скелетиками окружаем вышибалу вот ну просто не могу не могу друзья не усложнять себе игру это сильнее меня дровосек что ты там делаешь а дровосек будет нет он сдался короче почему сдался видит же ошибаюсь можно было еще поиграть ни разу даже шарик не запустил ни разу ты хотя бы про атаковать попробовал брать тогда уже можно было сдаваться а так ты про да даже даже говорить ничего не хочется все и так понятно это разве схватка это что-то такое мы будем думать что ему прихватило наверное нашлись какие-то более важные причины чем проигрывать мне рочь против меня что значит этот самый таракан я это хорошо знаю из старкрафта ой 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 какой какой лютый прям агрессивный сразу же на скелетов огненную лучницу а это кстати друзья решающая игра и это скорее всего против хога землетрясом игра и кстати он то отдал теслу и как он будет теперь да а нет это что-то другое это может быть до теслу ты отдал братан напоминаю у нас есть торнадо я подрывника торнадо спасать не буду вот так вот хорошо что не стали никакие торнадо давать лучше лучше надежно пламенным здесь все растворим молния на готове если будет противовоздушная какая-то карта ой 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 но это прям призыв к атаке потому что у него сейчас не будет патронов мы сюда подрывника еще накинем сюда торнадо дадим стрелы хорошие но темным принцу все равно пока он был со щитом и вот она друзья вот она башня графиня и ее слабости закончились патроны ты навалил на мост как не то что вы подумали сейчас может быть кто-то пойдет ближайший мост у себя в городе и навалит там не надо друзья это вам не поможет помнить побеждать клэш рояле только после я столько если видите зама графини там можете навалить это точно ну что это тоже сдался есть такое ощущение нет этот решил сделать эффектно напоследок но это было действительно но нет на самом деле вообще не эффектно надо ему пару мастер-классов преподать как эффектно потому что это было так себе эффектно это когда мимо а так хорошо как бы вообще не эффектно вот нечем ему пламенного контрить вообще нечем не отпускаем мега рыцаря здесь его размениваем на огненную лучницу просто всем настолько наплевать просто унизили бедолагу ой 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 что это за мувы на ну что друзья вот такая вот игра получилась финальная думаю будем на этом заканчивать цель на видео достигнута 8000 трофеев взяли следующий раз будем брать 8 500 ну а потом и 9000 трофеев то есть еще два видоса осталось на этом аккаунте для прохождения пути славы ну а сейчас давайте откроем бокс опа давно ничего не падала хорошего надо поплакаться чтобы что-то хорошее выпало и всегда падает какая-то фигня вот всем выпадают легендарки эпические а мне ничего хорошего не падает ну хотя бы эпическое более не сработало не надо было плакаться да прямо прямо обидно мне бы прям пригодился эпический бокс я бы не отказался ну ладно надеюсь вам понравилось это видео друзья спасибо за просмотр до новых встреч всем пока пока пока